друзья всем привет меня зовут женя вы находитесь на моем канале о творчестве очень рада что вы ко мне сегодня заглянули сегодня хочу с вами поделиться своими процессами просто поделиться немножко новостями давно не брала в руки камеру не общалась с вами но решила что надо хоть что нибудь снять до хотя бы показать свои процессы потому что уже больше недели не было видео на канале меня конечно никто не потерял но я сама хотелось сейчас расскажу почему и так что же я сейчас вижу вижу я вот такой прекрасный свитер из пряжи вот этой газал baby в у меня 830 цвет получается прекрасное изделие тоненькое очень приятное и по опыту своего свитера хочу сказать что достаточно теплая и с очень приятным расходом у меня еще вон сколько пряжи а у меня почти готов один рукав вот я вот собрала надо будет вязать резинку но мне нужно примерить на сашу вот и только после этого приниматься к резинке я думаю что уже пора резинку вязать но надо примерить вот потому что я всегда стараюсь мерить на живого человека тогда это более логично и правильно получается так что у меня здесь сделала я ложную кетлевку вывязала воротник будет так же как у меня свитер только у меня что-то вроде спущенного плеча здесь имитация вточного рукава один у меня готов 2 только начинаю так спится не убегай и на этом свитере также будет вышивка только вышивка будет вот такая интересная красивая тигр с тигренком я еще планирую для димки сделать с маленьким тигренком свитера будет у них такой набор папа-сын вот такая красота дальше меня на самом деле очень сильно поглотил крючок раньше он не вызывал у меня такого восторга и желание работать крючком а сейчас я прям ну не то что меня тяготит работы спицами но работа крючком меня очень-очень тянет к себе прямо мне понравилось распробовала я этот инструмент и эти техники да вот но так как я небольшой специалист в вязании крючком поэтому я пока что выбираю один узор этим узором шпарю все изделие потому что сочетать разные узоры в крючке для меня это пока что вообще тайна то есть если где-то да там спицами как-то разные узоры разные да там моменты здесь там один узор по бокам там другой узор или же там ну как-то сочетать техники в спицах мне легко то в крючке для меня это еще загадочно вот поэтому я взяла один узор из старой книжке вот и его применяю на вот таком изделии это будет летняя туничка возможно это будет и платье может быть я сделаю какой-то подклад и будет летним платьем а может это будет такой туничкой не знаю посмотрим что из этого выйдет на самом деле я урабатываю остатки пряжи мне захотелось чего-то яркого полосатого и устранить остатки хлопковой пряжи у меня очень много хлопка в моем понимании много потому что я практически из тонкого хлопка сейчас ничего не вижу не салфетки не воротнички и у меня лежит запас по одному 2 ма . а бывает по начатому моточку и хочется их куда-то применить я решила себе такую туничку вижу крючком номер два но уже планирую перейти на более маленький крючок на 175 потому что здесь уже будет потихонечку заужаться к талии а вот что у меня тут за пряжа вот это vita cotton дейзи я ее честно говоря сейчас очень редко вижу но не очень классные метраж и на мягенькая мне прям нравится эта ниточка вот это оранжевая это троицкая пряжа а страна по метражу очень схожи с дэйзи но прям более плотно скручена и более тонкой кажется вот это опять же дэйзи только в желтом цвете опять же троицкая у меня оранжевый целый моток но я не стала делать одну большую широченную полосу оранжевым цветом и решила разбить ее вот здесь я белую взяла остатки вот у меня буквально остаток оставался его хватило ровно на три ряда прямо тютелька в тютельку у меня там хвостик такой длину не длинный но сантиметров 10 осталось ровно на 3 рядочка хватило это троицкая пряжа называется к ой троицкая семеновская пряжа называется кобле она толще чем вот троицкая дэйзи она здесь где-то 600 метров на 100 грамм а здесь 400 метров на 100 грамм 400 с копейками но в принципе нормально я решила и вот здесь у меня сейчас такой цвет желтка куриного такого хорошего яркого насыщенного цвета пряжа это троицкая пряжа алина называется она тоже 400 с чем-то метров метраж вот но в общем-то решила вот такую красоту состряпать что-нибудь да получится есть у меня интересная идейка по этой тунички но не знаю осуществлю я ее или нет посмотрим хочется немножко ее интересно сделать но возможно что я побоюсь сделаю не очень интересный обычный но тоже время для меня это огромная вещь скажи мне кто-то два года назад два года назад я вязала сарафанчик детский крючком да на годовалую девочку и сказала ни в коем случае не прикоснуть крючку не прикоснуть к большому изделию на себя крючком хотя тогда уже два года назад хотелось какой-то платье крючком на себя сейчас для меня это легко дается просто вот прям очень сильно тянет но вещи огромные вещи большие там что саша не маленький я не маленькая все это достаточно большой объем работы мне хочется связать что-то маленькое интересное чтобы быстро было результат но вдруг с другой стороны мне не хочется бросать эти две работы в процессы вот как то так я почему кстати начала тунику потому что ездила к маме и таскать огромный свитер с собой в дорогу не хотелось поэтому начала вот такую вещь дома вот связала вот столько все остальное вот связала в дороге туда обратно к маме кстати у мамы маленький котенок такой смешной еще оставлю ролик так ну что вам еще показать покажу декабристы и свыжен глядя декабристовые у меня декабристы собираются цвести вот этот белорозовый мой любимый сумасшедший это похоже тоже у меня белорозовый от него наверное отвалился кусок я его приткнула в этот горшок вот он тоже собирается цвести желтый собирается который мне одна очень хорошая женщина дала отросток вот мой самый тугодумный товарищ не хочет больше цвести на этот год наверное здесь белый красный они тоже не собираются наверное цвести сегодня в этот раз но что ж поделать зато у меня женское счастье распустилась наконец-то но захотела немножечко подсвести вообще надо помыть окно но пока что нет особого желания у нас ветрянка на нас напала ветрянка и мы как леопард засидим дома хорошо что за окном не очень классная погода то дождь срывается то холодно то немножко выглянет солнце ну как раз сейчас пройдет это ужасная плохая погода мы выздоровеем и уже майские на хорошую погоду будем гулять но я надеюсь что будет хорошая погода покажу вам еще свою плантацию я смеюсь плантация такая огромная получилась с помидорами посадила их вот в горшочки такие это вот из-под покупных цветов вот это еще не пересаженные у меня товарищи так цветочки моим целом и орхидея жду новых отростков желтая у меня дала новые отростки жду пока они хорошо так разовьются где-то вон он он еще отросточек вот это у меня папе стоят помидоры половину маме отвезла а вот она их там что себе посадит что раздаст а это вот папе отсадила вот потому что что-то я лиху дала много насадила в этот раз насеяла вот моя орхидея все цветет и цветет эту только хожу только любуюсь не устаю и любоваться она очень красивая здесь вот помидорки тоже вот эти не пересажены два отдать нужно вот еще два пересаженных видите как решила выйти из положения обрезала двухлитровые бутылки вот вместо горшочков но у меня осталось еще две бутылки да под два помидора например закончился грунт надо будет сходить вот этот у меня вообще как король сидит в горшке в таком красивом петунии мои мне писали что их очень неправильно выращиваю на самом начальном этапе ну честно говоря вот все что выжила на самом деле выжила бы больше если я не испугалась у меня в горшочке пошла по грунту плесень я испугалась что у меня погибнет петуния пересадила все и вот то что было с плесенью то что росло на стороне с плесенью она погибла потому что видимо я повредила сильно корни при пересадке а то что было на другой стороне без плесенья их пересадила более аккуратно и она вот почти все выжила вот вот эти шесть вообще красавица вот эта седьмая такая дохленькая но ее просто вот эти забилил листьями надеюсь сейчас она разовьется вот здесь у меня еще товарищи в общем вот такая у меня помидорная красота и вот петуниевая красота тут видите грунта мало все что было осталось рассадила петунии я с ними как это мама смеется я с ними как дурень специальной торбой ношусь с этими петуниями ну хочется мне каких-нибудь ярких цветов на балкон летних решила попробовать никогда не выращивала петунии поэтому ничего не могу о них знать посмотрим что получится спасаем мы витряношного леопарда мультиками дать ему чтобы ему было не скучно а я забрала у мамы цветок он ей уже надоел я не решила его забрать но из пяти листьев 2 я уже срезала потому что они сломались а еще два и так извиняюсь метро недоразобранные носки еще два у меня листа тоже не сильно хотят подниматься я полагаю что они там внутри поломались один единственный поднялся и хорошо так держится ну надеюсь надеюсь что у меня это растение приживется будет хорошо расти это такая лилия на красивыми прекрасными такими колокольчиками цветет в ноябре посмотрим надеюсь приживется это кусочек сашиного проекта выкладывает а там кстати у меня целая авоська назовем так целый огромный мешок работ которые надо развесить по стенам вот надо будет заняться на выходных в общем то вот такие у нас дела друзья мои такие у меня процессы потихонечку вяжем немножко болеем лечимся вот надеюсь что очень скоро я все это закончу перейду к каким-нибудь более маленьким вещам есть несколько задумок возможно это даже будет какая-то игрушка но это не точно посмотрим надо перейти к чему-то более маленькому с более быстрым результатом для игрушек кстати над закупить холофайбер потому что его на подушке весь из истратила вот в общем то такие дела что вы вяжете что у вас интересного какая у вас погода вот у нас мрачная и дождливая но я судя по роликам на ю тубе смотрю что у многих мрачная для дождливая вы напишите у кого-нибудь хоть солнце и тепло есть вот а я на этом буду с вами прощаться на сегодня до новых встреч новых видео всем пока пока